Добрый день. Меня слышно? Похоже, нет. Похоже, меня не слышно. Продолжение следует... Продолжение следует... В чате, может, кто-то пишет. А, слышно, пишите. Хорошо, все. Отлично. Так. Ну, уже 15 часов, уважаемые участники Олимпиады. Давайте начнем. Так. Все нормально. Слышно и видно. Итак, я должен, по идее, прокомментировать задания, которые были в прошлом году. Но сразу хочу сказать, что каждый год задания меняются совершенно. Так что какой-то аналогии искать бессмысленно. Но, как я вижу, задачу свою, чтобы облегчить, помочь вам при ответе на вопрос этого года, проникнуться, скажем так, философией и логикой составителей этих заданий и попытаться, попытаться, мобилизовав свои знания, ответить по возможности на какие-то вопросы. Потому что, безусловно, задания сложные. Сложные, но все абсолютно в равном положении. И победителем выступает не тот, кто ответил на все вопросы, а тот, кто набрал больше всего баллов. Так что, если вы даже не на все ответите, что это практически невозможно, учитывая, повторяю, сложность заданий, но на какую-то часть вы ответите. И, в принципе, если вы видите, что вы сильны в том-то или ином разделе, условно говоря, в корпоративных финансах, или больше в банковском деле, сначала сосредоточьтесь именно на этих вопросах данного блока, не теряя время на то, что меньше вам известно. Ну, я, наверное, сейчас я открою. Так, демонстрация экрана. Где у нас? Вот и демонстрация экрана, показ экрана. Так. Так, поделиться. Так. Весь экран. Вывелся на экран файл ордовский по Олимпиаде. Так, я... Нет. Ага. Так. Нет. Нет, нет, нет. Сейчас, может быть, по аудиосистеме поделиться. Так. Так. Пожалуйста, разрешение, даже, скажем, экрану. Ну. Почему-то он не дает опцию. Может быть, окно? Нет, не окно. Вкладка Chrome. Нет. Весь экран не хочет. Нет. Нет. Так. Разрешение на доступ к вашему экрану. Дарья, не можете помочь мне? Я нажимаю в показ экрана. У меня появляется окошко. Выберите часть экрана для демонстрации. Но... Так. Предположим. А, все, все. Отлично. Все. Поделиться. Все. Так. Так. Вот. Сейчас должно быть видно. Видно. Ага. Хорошо. Так. Ну вот, предположим. Посмотрите. Я, скажем так, Мне выпала участь рассматривать вопросы из двух блоков. Вот я, соответственно, открываю блок. Ну, давайте начнем с магистратуры. С моей точки зрения, в прошлом году задания в магистратуре были немножко, по-моему, легче, чем по бакалавриате. Ну, так, как есть, как есть. В любом случае, повторяю, каждый в одинаковом положении находится. Итак, вот задача номер три с фьючерсным контрактом. Условия все. Вы все с ними познакомились. Есть. Какие ответы, собственно, могут быть? И как... Опять же, хочу, чтобы вы прониклись логикой. Так. Страница три сейчас сделана. Вот. Задание. Четыре балла. Ну, на самом деле, четыре балла распределяются между двумя, фактически, вопросами. Смотрите. Не владея какой-либо другой информацией о данном фьючерсном контракте, предположите, по какой причине объемы торгов в этот день были необычайно низкими. 25 декабря. Ну, вот. Сложность таких заданий. Нужно догадаться, что действительно 25 декабря – это уже Рождество, когда нерабочий день. И на рынке нет иностранных инвесторов. Соответственно, объемы торгов в этот день необычайно низкие, потому что, хотя это московская биржа, тем не менее, на ней присутствуют и иностранцы. Плюс есть завязка определенная с ситуацией на московской бирже и на зарубежных биржах. Ну, раз нет торговли, то и, соответственно, низкие объемы. Второй вопрос. Какие дни на российском рынке можно наблюдать похожую ситуацию? Тут логика примерно такая же. Праздники на крупнейших зарубежных рынках, когда нет торговли, соответственно, снижаются обороты. Ответы – 4 балла. Поскольку проверка идет уже непосредственно вручную, и преподаватели непосредственно проверяют, то можно получить как и все 4 балла реально, но и так и меньше. В принципе, есть в примечаниях сказано, в каком случае ставится там за, может быть, 1 балл вместо 2, или там сколько, какая конкретная расклад получается. Ну, вот, опять же, чтобы проникнуться, нужно подумать, что может быть, чисто мобилизовав какие-то свои общие представления о том, как устроен мир, что может быть. Дальше, дальше, 5 баллов за следующее задание. Опять же, оно распадается на несколько ответов. По каждому тоже возможно получить некоторое количество баллов. Так, какой гарантийный… Объясните. Так, так, так. Что такое гарантийный обеспечение по фичинственному контракту? Ну, должно быть, просто даете определение. Определение, ну, есть, возможно, несколько вариантов каких-то. Главное отразить суть, безусловно. Так что здесь все понятно. От чего зависит размер гарантийного обеспечения? Здесь, возможно, несколько позиций перечислить. И, соответственно, можно получить там от одного до… от нуля до трех баллов, соответственно. Там, в частности, например, вот. Гарантийное обеспечение определяется с использованием методики определения риск-параметров. Зависит, в первую очередь, от исторической волатильности цен базового актива, а также иных риск-параметров. Таких, как ликвидность контракта, лимиты концентрации, предстоящие длительные выходные и другие. Вот, по крайней мере, два балла за упоминание волатильности, два балла за упоминание иных параметров. Дальше. Ну, про… про иск. Так, у нас… у нас что, у нас иск? Участник торгов решил. Так, обратился в суд. Решение суда, да? Какое решение должен принять суд? Ну, суд отказывает, отказывается принять иск, поскольку Московская биржа не устанавливает размер гарантийного обеспечения самостоятельно, а Национальный клиринговый центр устанавливает его в соответствии с утвержденной методикой. Ну, за это один балл, за правильный ответ, объяснение этой ситуации. Так, дальше пошли. Сейчас я… Так, так, так. Сейчас, может быть, я неправильно построил. Давайте-ка я спрошу вас, в таком ли… Сейчас, минуточку. Открываем. Так. Ну, вопрос вот, когда появятся записи прошлых вебинаров? Так. Дарья, скажи, вы можете ответить на этот вопрос, написать слушателям? Нет, у меня такой информации нет, давайте мы организатора спросим. Сейчас она вам напишет. Вопрос в таком режиме рассматривать? Ну, если имеется в виду Initial Margin, то в данном случае отчасти можно считать стождественным. Просто у нас, ну, гарантийное обеспечение, фактически, оно не фактически, не первоначальное, а гарантийное обеспечение должно сохраняться на определенном уровне. Ну, практически, отчасти да. Так. Дальше поехали. Так, 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 так. Дальше. Помимо иска к ПАО Московской биржи и Национальным клиринговым центру, клиент обратился в суд к искам со своему брокеру с требованием признать действия по принудительному заходить в позиции незаконными. Суд принял дело к рассмотрению и назначил судебную экспертизу, в которой поставил вопросы. Каково было значение коэффициента достаточности средств клиента в момент открытия торгов 25 декабря? Значение коэффициента достаточности средств клиента на момент клиринга 14.00.25.20 года. Так, дальше вопрос. Вопрос. Какую ошибку допустил суд, ставя вопросы перед экспертом? Какой вопрос следовало задать для корректного разрешения рассматриваемого спора? Значение коэффициента достаточности КДС на момент открытия торгов не имеет значения, так как принудительное закрытие позиции брокером произошло только спустя полчаса после начала торгов. Ответ. Один ответ значит один балл. Значение КДС на момент клиринга в 14.00 тоже не имеет значения, так как принудительное закрытие случилось намного раньше. Тоже, соответственно, один балл. Значение КДС на момент принудительного закрытия позиции. Так. Сатос тоже такой вопрос является некорректным. Соответственно, тоже отмечается, нужно его отметить. Так, дальше описание. Большое длительное описание. Первый вопрос. Так, так, так. Первый вопрос. Так, сейчас посмотрим. КДС на момент принудительного закрытия позиции клиента. Правомерно ли поступил? Так, клиент. Так. Или я что-то пропустил? Очку. Так, достаточности. А, я что-то, я не туда ушел, прошу прощения. И та страница. Так, вот отсюда начинается. Сейчас, минуточку. А, господи, я не туда ушел, конечно. Сейчас. 3 и 1. 3. 3. 3 и 1. Это мы написали. Да. Вот она. Наоборот, собственно. Вот она у нас. Решение принимает суд. Сделали. 3-3. Вот она. 3-3. Это мы ответили на этот вопрос. 3-4. Вот она, 3-4. Так. Так. Три-3. Так. Три-3. Три-4. 4 так так чем ошибся видимо лучше наверное весь экран то сделать мне вот так будет лучше конечно так вот так 34 34 4 первый вопрос первый вопрос так эксперт ошибся в том что реальное значение кдс клиента на моментах вития вместо показателя вариационной маржи моменте реальной вариационной маржи использовал показатель вариационной маржи в действительности же на момент открытия торгов уже был накоплен показатель реальной вариационной маржи так как последний клиринг был в 19 часов предыдущего дня первое насчет реальная вариационная маржа так где у нас 2 получается рассчитайте уже 5 реальная вариационная маржа это 70 я округляю 74 800 минус 76 156 умноженное на 1000 это равно минус миллион миллион триста тридцать пять тысяч рублей кдс на момент начала торгов соответственно 58 миллионов опять 58 миллионов минус 43 миллиона минус там 13 миллионов деленное на 58 миллионов примечание вот кстати говоря в этом в этом задании была допущена опечатка и сначала фигурирует цифра 58 миллионов а потом потом уже у эксперта получается 5 5 миллионов 800 ну если кто кто заметил эту ошибку тот тот получает дополнительные баллы а так можно считать в любом случае будет правильный ответ считаться засчитываться либо рассматривается 5 5 5 миллионов 800 либо 58 миллионов вот так что такая такая система дальше 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 кдс на момент принудительного закрытия позиции клиента правомерно ли поступил брокер закрывая позиции клиента рассчитываем реальную вариационную маржу это минус 4 либо 4 либо 40 миллионов 180 короче сказать с копейками поскольку кдс у нас оказывается ниже нуля соответственно закрытие было правомерным но даже если чисто чисто исходя из цифр в общем понятно что закрытие было правомерное такое можно было сразу написать но к сожалению требуется все таки указать как как рассчитывалось ответ для ответа на вопрос нужно расчет на задачу провести расчеты так дальше 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 инвестор акселерот имеющий гражданство российское гражданство так валюта счета рубли облигациям так на вопрос какой то есть вопрос если заметил опечатку или ошибку в условии лучше отметить это в ходе решения при отправке да нет конечно лучше это отметить непосредственно в тексте вот я я получил даже такую заметку от составителей что по поводу предыдущего предыдущей опечатки звучит она следующим образом за указание на данную ошибку ставилась два балла соответственно принимался расчет кдс как на основе 5 5 8 миллионов так и на основе из 58 миллионов рублей если все рассчитано все было верно в обоих случаях ставился правильно максимальный балл это я округлил я не стану на самом деле я сказал 74 800 это хотите точную точную цифру 74 821 74 821 это сумма средств на счете и и разница между позицией на 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 открытие и закрытие так дальше значит задача на облигации так вот наши облигации облигации биржевые так обычный брокерский счет на рубли собирается 1000 облигаций наук корпоративного клиента собственных средств достаточно для покупки облигаций с учреждением всех выплат ну собственных средств не сказано сколько достаточно да так он хочет купить тысячи облигаций условия выплаты купона вот у нас указан такие то наблюдение за ходом торгов в торговом терминале наконец решает решает приобрести в 16 20 ну и первый вопрос в какое время рыночная заявка обеспечила ему самую выгодную цену заключение сделки нужно провести расчеты собственно показать какая средняя цена получается при покупке вот 10.35 10.50 и 16.20 ну это достаточно получается просто конкретно поскольку взвешенная цена должна быть да все понятно в данном случае если вы пытались это сами посчитать то все таки оказывается 16.20 оказывается наиболее выгодная цена исходя из рыночных условий но повторяю аргументируйте свой ответ расчетами соответственно вам нужно будет прописать средневзвешенную на 10.35 на 10.50 на 16.20 так причем за соответственно за каждый правильный каждый правильный позицию раз два три получается по одному баллу да или сколько здесь нет по одному баллу плюс ответ на как при каких условиях самая какая самая выгодная цена еще один балл ну это самая выгодная она оказывается на 16.20 так дальше совершил сделку 27 апреля открыл брокерский так ну открыл имеется ввиду открыл брокерский счет в данном случае посмотрел что там творится да удивлен тем что потратил на покупку облигаций денег больше чем он рассчитывал так в чем не прав роберт ну понятное дело рассчитайте сумму фактически потраченную на покупку облигаций все значения в рублях округляются до двух знаков после запятой по правилам мат округления пять баллов да пять баллов ну первый вопрос конечно очевидный он тут не по по номиналу покупается а по конкретной цене ну это вопрос несложный соответственно каждый на него может ответить по крайней мере в любом случае еще раз повторяю даже если сложные вопросы есть ну если вы на них не отвечаете ну отвечаете на более простые то все это суммируется дает идет вам вам зачет дальше это у нас получилось в чем не прав да сумму ну это так 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 кроме а кроме того кроме того что он покупает исходя из рыночной цены нужно еще естественно учесть накопленный купонный доход да он покупает по грязной цене соответственно это тоже нужно провести этот соответствующий расчет и указать объем общий объем затрат на покупку облигаций то есть вот данная задача фактически распадается с точки зрения оценки на две части первая простая это вот по рыночной цене сколько он затратил по рыночной цене но и плюс вторая часть задачи сколько он затратил с учетом накопленного купонного дохода вот это будет уже оценивается в 4 балла в сумме в сумме 5 если ну на самом деле поскольку проверяет действительно человек и он может увидеть что какие-то у вас если даже цифра точная цифра не получается как она заложена в в ответе правильное но расчеты в целом сделаны верно то проверяющий может оценить может быть не на 4 балла а на 3 или на 2 это все зависит от конкретно что он какие как вы прописываете ход своего решения так дальше поехали дальше поехали доходность до погашения доходность до погашения объясните почему отличаются опять же какие могут быть фундаментальные причины в целом вызванные изменения в компании метенти ну опять же чем подробнее вы пропишете тем лучше достаточно много баллов дается за эту задачу и эти 7 баллов доходность до погашения если хотите поскольку такие достаточно распространенные все-таки задачи в целом ответ правильный здесь должен быть 7 целых 46 процента доходность до погашения и ultimate юрити на досуге попробуйте посчитать стандартная достаточно задача но тем не менее здесь поскольку и дни не 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 ровно там год или полгода так дальше варианты ответов на этот вопрос чтобы максимально повторяю полностью да ну отразить в общем все что вы знаете так 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 отличается цена покупки цена погашения различны естественно поскольку затем доходность до погашения величина не постоянная она меняется в разные течения срока обращения облигации ну и доходность погашению опять же зависит того как мы берем по грязной цена или чистая цена в общем здесь лучше есть есть смысл просто прописать максимально возможное по позиции которые вы знаете ну и с точки зрения самого эмитента от чего может зависеть изменение там той же самой цены изменение кредитного рейтинга эмитента да да изменение уровня общего уровня ну даже не со стороны эмитента просто общая экономическая ситуация изменение уровня процентных ставок на рынке в которую в свою очередь может быть вызвано разными причинами там и изменением денежки политики частности да ну это все прописать требуется прописать вообще факторы влияющие на цену так 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 дальше следующее кселярот купить решил еще и у нас биржевые облигации других эмитентов так нашел список биржевых индексов облигации так не хотел инвестиции с облигацией должны были не только обеспечить сохранность но и получить под доход так найдет ли списки бумаг индекса облигацию с учетом дирации аргументируйте ответ ну поскольку у нас ответ вот здесь такой описательный требуется так описательный индекс включает у него горизонт инвестиционный короткий то соответственно свой бумагу его найдет который он хочет будет найдет именно из этого индекса так дальше почему 3 ну 3,5 лет какие риски с учетом инвестиционной цели ну это понятно каждый на него ответит поскольку мы знаем что чем выше дюрация тем больше более чувствительна облигация к изменению рыночных ставок и соответственно цена ее будет может измениться не в пользу не в пользу инвестора хотя 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 может быть и в пользу но здесь здесь уже ответ именно такой риски больше так дальше это что у нас провел математическое округление так 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 ага так я не вижу еще один какие какие ну здесь никак не связано на самом деле облигация с дюрацией 3-5 лет риски с учетом его инвестиционной цели здесь может быть во вторая часть вопроса риски точнее вопрос риски не только связан с дюрацией да а в целом в целом связанные риски связанные с вложением в в облигации так основной риск вложение в облигации это естественно кредитный риск то есть риски связанные с выплатой купонного дохода и невозврата номинала в принципе можно перечислить разные виды рисков которые подстерегают инвестора облигации но самые главные виды рисков которые конечно должны быть обязательно отмечены это кредитный риск и ценовой риск ну ценовой он же риск изменения процентной ставки то есть формулировка может быть разная главная суть суть трозети максимальный балл будет и в том другом случае повторяю ценовой риск или риск изменения процентной ставки так дальше как распорядиться полученным доходом последний купонный платеж в мае двадцать первого года так вот вы видите отчет используя для покупки нового смартфона размер купонов дохода должен составить сорок семь тысяч сто двадцать комиссионные расходы завод средств равном нулю так ну здесь как раз вот эти вопросы несложные я думаю здесь каждый смог бы на них ответить без без труда но очевидно здесь не учтены неучтены налоги так что купонный доход который объявлен это не тот купонный доход который будет получен нужно показать рассчитать собственно 13 процентов вычесть из этой суммы так это первое соответственно будет решение должно быть приведено и объяснено на словах неучтены налоги дальше следующее так чтобы произошло если чтобы было если бы использовался не классический брокерский счет а ИИС типа А и Б купонный доход поступал бы на отдельный счет не ИИС а выводился бы Робертом ну здесь то же самое ничего бы принципиально не изменилось потому что ИИС у нас работает только если сохраняет инвестор три года на нем средства не выводят что тот же самый результат так если брокер и депозитарий были одним юридическим лицом купонный доход поступал бы на отдельный счет не ИИС а и выводился бы Робертом ну и здесь то же самое та же история являются они одним юрлицом не являются одним юрлицом все равно в общем-то налогом купонный доход облагается соответственно так и надо надо отметить здесь уже расчеты здесь никакие не нужны просто прокомментировать вот эту ситуацию за каждый соответственно вопрос получается у нас всего у нас три балла да ну вот собственно они у нас раз два три за каждый вопрос дается по одному баллу вот так дальше так вопрос Вячеслав задает если в графе ответов будет написано укажите ответ числом ну собственно там много таких таких заданий где в таблице графе ответов нужно указать ответ числом ну вы можете смотрите если вы предположим ошибка это есть вы можете руководствоваться вот как я вам привел пример 5,8 миллионов или 58 миллионов вы тогда исходите первоначальной цифры либо для 58 и считаете исходя из 50,58 или 5,8 5,8 миллиона и продолжаете делать расчет вот повторяю опять же проверка идет проверка идет вручную в свободной форме совершенно верно совершенно верно в свободной форме и смотрится смотрится уже и непосредственное решение так я вам предлагаю вот это по поводу 7,46 посмотреть просто какой-то учебник такая задача достаточно стандартная но требующая арифметических каких-то действий и понимания принципов смотрите либо Четыркина либо Буренина либо чего вы хотите на самом деле достаточно много вариантов так дальше задачи по бакалаврски бакалаврски вот честно скажу они с моей точки зрения сложнее чем магистерские так уж есть как будет в этот раз не знаю не знаю так первая первая группа вопросов связаны с определением форвардного курса так спот курс 104.14 так 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 ну понятные условия да форвардный первый вопрос сейчас минуточку так так рассчитать форвардный курс на 18 марта и чем обусловлены отрицательные процентные ставки ну это уже сущностной вопрос так бидаск у нас 1 1 нет разницы для расчета расчета форвардный форвардного курса основанно на паритете процентных ставок можно использовать либо формулу с непрерывным начислением процентов либо дискретную формулу ну в общем-то и в том другом случае если вы примените то и другое будет засчитано как правильный ответ так ну для для тех кто захочет самостоятельно попробовать это просчитать я укажу форвардный курс 104 иены за доллар 104 иены за доллар опять же для для тренировки такого рода задачи как решаются я отсылаю вас наверное лучше всего к учебнику Буренина точнее задачнику Буренина где такого рода задач много 104 ровно это получается с использованием формулы с непрерывным начислением процента ну вот если начисление берется как дискретный процент это все равно будет считаться как правильный ответ округление округление допускается отклонение от результата 0,01% процента ну не процента просто 0,01% ну да 0,01% дополнение 0,01% на промежуточных этапах расчета ну и сущностная сущностной вопрос касающийся так 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 отрицательной процентной процентной ставки по японской иене вспоминаем нынешнюю ситуацию и в Европе ну в Японии началась раньше японский центральный банк начал проводить политику снижения процентных ставок для стимулирования деловой активности вот и в результате скатились они вот к такому результату так поехали дальше так вот три спот курс у нас такой-то формальный курс на 18 марта который мы с вами рассчитали он равен 104 фьючерс который торгуется на московской бирже тоже 104 фьючерс торгуемый на Chicago Mercantile Exchange вот такая цифра ну в данном случае здесь за единицу поскольку берется не доллар а иена это соответственно столько-то долларов за одну за одну иену потребует в дальнейшем пересчета для того чтобы можно было правильно правильно делать исчисления так ну вот начинается вообще конечно здесь сложная задача возможность построения безрисковой арбитражной статегии две разнорправленные сделки покупка и продажа по разным контрактам удастся ли вам найти арбитражные возможности и получить безрисковую прибыль обоснуйте свой ответ кратко описав разные сочетания контрактов направления сделок и причины по которым арбитражные возможности существуют или наоборот отсутствуют при подготовке ответа рассмотрите различные возможные сочетания пар контрактов например spot futures futures forward futures spot и тому подобное так зубодробильная задача так что мы делаем ну вот я говорил у нас поскольку курс был здесь указан в японских в долларах за японскую иену нужно будет его перевести в иен в иены за доллар так это будет соответственно вот видите запрос котировка сейчас минуточку иена так 104 если у нас ну такая же такая же должна быть в принципе табличка вот она у нас где была где так куда девалась вот 104 здесь соответственно курс 104 запятая 004 мы перевели в прямую котировку к доллару вот и дальше начинается самая зубодробильная вообще что касается задач связанных с производными с фьючерсами опционами то с моей точки зрения лучше всего пользоваться материалами учебников учебников и задачника буренина там самые разные варианты но это на будущее если захотите дальше этим заниматься я не говорю про какие-то классические вещи типа там хала вот с точки зрения именно и руку набить на эти задачи это буренин короче перевели мы здесь 104 соответственно у нас получилось 004 и дальше вот послушайте следующее рассуждение которое по идее каждый каждый должен был бы ну в той или иной степени отразить при ответе на вопрос безрисковый арбитраж между фьючерсами продажа одного контракта и покупка контракта на другом рынке невозможен так как с учетом издержек на сделку существующая разница между курсами 0,004 не покроет транзакционные расходы 0,02 арбитраж фьючерс любой тире форвард арбитраж фьючерс форвард также невозможен так как курсы или равны или отличаются незначительно для фьючерса на Chicago Mercantile Exchange положительный или отрицательный результат по фьючерсу будет компенсировано отрицательным или положительным результатом по форварду транзакционные издержки приведут к отрицательному результату это все ответы которые могли бы быть даны по этим вопросам за каждое из них предусмотрено два балла на первый взгляд есть возможность арбитража между например свопом и фьючерсом свопом и фьючерсом тире продажи на споте по 104.14 и покупка на фьючерсном рынке по 104.00 в расчете на схождение цен фьючерс спот к дате истечения фьючерсов однако по спот сделки необходимо принять во внимание спот пункты за перенос позиции для короткой позиции они отрицательные за 65 дней составит минус 0.1365 ну считайте сами 0.1365 после запятой таким образом курсовая разница между спотом и фьючерсом форвардом 0.14 будет почти полностью перекрыта отрицательными своп пунктами с учетом транзакционных издержек получить положительный результат невозможно 2 балла аналогично оценивается ситуация для арбитража спот форвард 2 балла остается вариант покупки на споте с целью получения положительных своп пунктов и продажи на фьючерсе форварде положительные своп пункты за период удержания позиции на споте составит 0.0715 однако это меньше разницы между спотом и фьючерсом форвардом который равен 0.14 с учетом транзакционных издержек результат тем более будет отрицательным 2 балла вот ответ ответы типа арбитраж возможен невозможен без описания сочетания этих контрактов направлений сделок не засчитывается так что что-то подобное если вы имеете какое-то представление об этой материи материя в общем-то сложная то здесь ну повторяю здесь это все конечно когда вы сталкиваетесь с заданиями и видите где ваши конкуренты и преимущества в каком в каком блоке там там и с того и начинайте дальше поехали в этой задачи задачи в начале 11 по Москве начинается торги по фьючерсу доллар и иена на московской бирже в торговых терминалах вы наблюдаете следующую ситуацию таймфрейм 1 час цена фьючерсов даны по цене последней сделки спотовые цены на рынке форекс по ценам бит так торги открылись ростом на московской бирже да 104 да 104.35 цена на фьючерс на иену на 7 спотовые цены остались на уровне закрытия предыдущего часа так лимитные заявки ордеров картина такая-то на каком из рынков рынков является значимое отклонение в ценах по сравнению с двумя другими рынками можно ли использовать данное отклонение для открытия как рассрочной позиции в ожидании быстрого возврата цен к более обоснованным уровням приведите обоснование ваших ответов ну опять же нужно на самом деле перевести цены на 7 в сопоставимом варианту когда иены за доллар ну если это сделать здесь в данном случае это будет 103 запятая 99 87 что практически соответствует ценам на тот же контракт на московской бирже на момент открытия торгов у нас было 104 здесь соответственно практически то же самое спот цены как и цены на 7 практически не изменились относительно цены закрытия предыдущего часа они также не изменились относительно цены открытия часа таким образом значимые изменения есть только по контракту на московской бирже рыночными обоснованными ценами можно в данном случае считать цены фьючерсов на 7 и спот цены на рынке форекс ликвидность фьючерсов на 7 и ликвидность на форексном рынке существенно выше ликвидности фьючерсов на московской бирже кроме того на московской бирже при открытии торгов часто наблюдаются значимые отклонения в ценах и расширение спреда таким образом отклонения мы наблюдаем именно по контракту московской биржи вот эту самую UJPY 3.21 такое вот обоснование ну или в идеале в идеале должно было бы быть при ответе на на первый первый вопрос дальше ну в принципе повторяю в идеале если какие-то отдельные позиции параметры вы приводите они соответствуют действительности отражают отражают ситуацию позволяют понять что вы в той или иной степени понимаете суть вопроса то вы получите соответственно тоже баллы за это задание так что здесь повторяю достаточно гибкая система и в принципе всегда как обычно это всегда делается в пользу студента никто никому не старается занять здесь оценку в частности вот я есть у меня некоторые комментарии верный ответ отклонения на московской бирже по сравнению с спотом или семей в том числе с указанием текущих уровней цен из условия и факта что цена на московской бирже выросла без дополнительного обоснования 1 балл обоснования описания одного или нескольких факторов сопоставления с ценами текущего предыдущего баров указание на ликвидность рынков указание на возможную низкую ликвидность при открытии рынка на московской бирже и как следствие расширения спреда и или отклонения от обоснования обоснованных цен по одному баллу за каждую версию исходя из текущей ситуации в книге лимитных ордеров использовать это отклонение нельзя на текущий момент отсутствует возможность продажи московского контракта московской биржи на уровне цен около 104 и 34 около этого уровня расположены заявки которые позволяют купить фьючерсы но не продать их таким образом по контракту мы просто наблюдаем расширенный спред ну вот повторяю по всем позициям могут быть даются какие-то какие-то баллы и даже если полностью не готовы ответить на эти вопросы что-то что-то какие-то баллы можно здесь получить дальше дальше продолжаем отслеживать ситуацию на рынке на рынке японской иены через несколько секунд в 10.00 стакан цен изменился так котировки фьючерса на 7 и спор цены не изменились вы знаете что вам разрешено принимать риск заключать сделки в расчете на изменения цены дельного контракта для проведения операции по фьючерсу на иену испытательный срок вам открыт лимит 120 контрактов так держим так спецификация такая-то оценка по сделке какую сделку вы проведете какой заявкой вы выполните открытие позиции каким будет результат позиции если вы закроете ее примерно через минуту отправив рыночную заявку в следующую книгу лимитных оплеров по состоянию на 10.01.25 получится ли у вас достигнут цели по прибыли поставленной куратором стажировки ответ который мог бы быть по данным вопросам следует заключать сделку в расчете на то что цены по фьючерсному контракту на московской бирже вернутся к более обоснованным значением так контракт на московской бирже сейчас минуточку или все-таки это речь о спотовом спотовой цене сейчас нет все правильно да 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 у ю дж пи уай это все имеется относится к фьючерсу фьючерсу на иену и так следует заключить сделку в расчете на то что цены вернутся к более обоснованным значениям с учетом лимита короткая позиция открывается на 120 контрактов рыночной заявкой допускается указание лимитной заявки с ценой 104 испытая 3 цена исполнения 104 и 3 позиция будет закрыта по цене 103 95 результат составляет 104 и 3 минус 103 95 деленное на 0 0 1 умноженное на 7 и запятая 1 умноженное на 120 получается 29 тысяч 820 рублей транзакционные издержки 7 запятая 1 умножить на 120 850 62 рубля прибыль 28 1968 рублей поставленная цель достигнута в комментарии примечание возможно оно есть непосредственно в задании если корректный расчет результата не учтены транзакционные издержки корректный расчет результата но результат представлен не в рублях 1 балл транзакционные издержки могут быть учтены в двойном размере так как в условиях задачи не конкретизировано издержки это на вход плюс выход или отдельно на вход и отдельно на выход еще раз повторяю эти цифры здесь при расчетах могут быть отличаться от того что эталона который я назвал но баллы можно получить если общая логика рассуждений окажется правильно и проверяющий оценит соответственно каким-то количеством баллов так видите задача очень с моей точки зрения очень сложная но еще раз отсылаю вас если я не знаю какие естественно будут в этом году задачи но очень может быть что на производнике задачи будут соответственно кто хочет усилить свои знания в этой области я вам назвал наиболее оптимальный с моей точки зрения материал для подготовки изучения проблематики занимайтесь им следующая задача тоже сложная сложная и если раньше вы не сталкивались с такой со сделками репо в общем-то здесь тоже ответить если повторяю если не сталкиваться вообще не имеете представления о том что такое сделка репо ответить сложно так ну вот условия задачи они перед нами есть некий портфель и мы хотим практически получить кредит репо это по сути дела по сути экономической это сделки получения кредита под залог ценных бумаг конкретные инструменты описаны что у нас есть в портфеле вот что мы что мы делаем так разные виды репо существуют репо с междилерское репо репо с центральным контрагентом репо с клиринговым сертификатом участия вот все они в данном данной задаче отражены первое вид операции репо для топ инвеста его контрагентов выступают в качестве продавца и заемщика для его контрагентов это будет операция репо для его контрагентов выступающих в качестве покупателей и кредиторов соответственно это будет называться обратное репо соответственно это нужно было бы указать операции его контрагентов для этого репо для этого обратное репо соответственно бал чем могут быть обусловлены различия в величине дисконта для разных сделок репо качество обеспечения акции Сбербанка более ликвидны чем акции детского мира с другой стороны могут быть еще какие-то по-разному оцениваться финансовое положение контрагентов разными разными сейчас пускай извините сейчас не могу говорить так 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 итак у нас поскольку сделки совершаются через контрагентов Морган какая-то некая ПТБ капитал и Морган Стэнли условный они по-разному оценивают финансовое положение кредитиспособность одного и того же эмитента поэтому может быть разная ставка ставка репо это тоже соответственно так 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 и нужно записать это соответственно дает нам так видите какие-то баллы так 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 да сумма записываем здесь цифры конкретные вот они что за что за что получаем дальше поехали после заключения сделок репо управляющий топ инвест направляет денежные средства на приобретение выпуска ОФЗ с указанными характеристиками так направил рассчитайте количество ОФЗ приобретенных в портфель топ инвест ну поскольку эти покупка происходит фактически на заемные средства да то нужно понять сколько мы получили за счет этих сделок репо конкретно рассчитываем получили мы по первой части репо в общей сложности 92 миллиона 509 тысяч 464 рубля соответственно в портфеле нашем находятся вот эти самые деньги 92 и так далее 92 миллиона рублей плюс еще у нас были 100 тысяч 100 тысяч денежные средства они были до того так сейчас где она тут у нас вот она у нас так цена одной облигации с учетом НКД рассчитываем составляет 1048 запятая 87 рублей цена плюс накопленный купонный доход рассчитали количество облигаций соответственно которые мы можем купить имеющиеся у нас деньги в общую сумму мы рассчитали там у нас было порядка 200 миллионов рублей делим на цену одной облигации с учетом накопленного купонного дохода получаем округленно 183 539 штук вот как это происходит дальше оценить стоимость портфеля после заключения сделок репо и покупки о фезе исходя из предположения что цены входящих в него акций останутся на том же уровне ну вот считаем соответственно получается у нас если кому-то это будет интересно цифра 292 миллиона 809 тысяч 064 рубля так это у нас стоимость именно портфеля портфеля с чем связано возможно может быть связано изменение стоимости портфеля наличием дисконта при приеме акций в качестве обеспечения по сделкам репо и с чем рыночная стоимость ценных бумаг проданных по первой части репо ниже суммы денежных средств полученных по первой части репо и направленных на покупку о фезе оцените экономический смысл проведенных операций каковы наиболее вероятные ожидания и цели управляющего портфелем совершившего указанные сделки экономический смысл проведенных операций нельзя объяснить ожиданием снижением цен акций переданных репо поскольку через месяц топ инвест получит их обратно по второй части и сможет реализовать только по рыночной стоимости нельзя объяснить проведенные операции и получение процентного дохода поскольку доходность офезе в данный момент ниже чем ставки по репо единственный возможный вариант здесь ожидание резкого падения ставок на рынке в самое ближайшее время что приведет к росту цен офезе однако это маловероятно учитывая тот факт что компания должна будет продать офезе для исполнения своих обязательств по второй части репо через месяц следует обратить внимание что срок репо переходит через отчетную дату конец третьего квартала 30 сентября вероятна ситуация когда компания рассчитывая на рост акций стремится показать инвесторам или регулятору более консервативный портфель квартальной отчетности очень очень я бы сказал даже очень слишком профессиональное задание но то она и олимпиада высшего уровня но еще раз повторяю не надо отчаиваться поскольку повторяю все в равном положении и большинство большинство я предполагаю такого рода с таким родом материалом редко сталкивалось или вообще не сталкивалось так что не страшно что-то не сделать тут важно победа конечно важна но в данном случае с моей точки зрения даже более важно участие в таком мероприятии то что вы дошли до полуфинала уже говорит о том что вы имеете очень хорошую хорошую базу так ну и дальше дальше начинается раскручивается это задание подключается уже включаются и другие виды репо и в итоге в итоге требуется определить какой в итоге был результат если брать предположим 4.3 7 баллов закрытие сделок репо закрытие сделок репо так у нас в задании да указано задание вот оно закрытие сделок репо рассчитайте количество ОФЗ проданных 8 октября так и оцените стоимость инвестиционного портфеля по состоянию на 8 октября сделайте вывод о причинах его изменения по сравнению с 7 сентября 20 года по первому вопросу тут опять же достаточно много действий акции Сбербанка являются предметом сделки репост и с чем контрагент перечисляет пользу топ инвест полученные дивиденды в размере дивиденды 18,7 умножить на 110 тысяч 2 миллиона 057 тысяч рублей на счете топ инвест находится свободное денежное средство в размере у нас были они у нас кстати говоря мы их рассчитывали выше ну пунктирно записать 192 509 464 то есть 192 миллиона 509 464 минус 183 539 умноженное на 1048 запятая 87 913 913 рублей всего получается на цифра 2 миллиона 57 тысяч плюс 913 получается 2 миллиона 57 тысяч 913 рублей общая сумма к уплате по второй части репо считаем ну честно говоря нет смысла все комментировать потому что тут надо брать конкретный конкретный кейс связанный с сделками репо и их препарировать уже отдельно в рамках консультации это невозможно сделать я повторяю моя как я вижу свою миссию просто показать что что как следует пытаться пытаться ответить и что следует делать для тех кто вдруг заинтересуется сделкой репо я предполагаю что в этом году все таки репо в заданиях не будет они не повторяются стараются что-то другое давать хотя черт его знает но для тех кто попытает захочет углубиться в это задание окончательный ответ по последнему вопросу стоимость инвестиционного портфеля по состоянию на 8 октября должна быть равна 294 миллиона 969 тысяч 898 рублей изменение стоимости портфеля связано главным образом с переоценкой акций однако следует отметить что стоимость репо более чем на 100 тысяч рублей превосходит переоценку проданных ОФЗ что в конечном счете и стало причиной отрицательного финансового результата за прошедший месяц с другой стороны потери относительно невелики с учетом общего объема портфеля в нашем варианте видите выигрыша нет небольшой небольшой минус но требовалось дать объяснение почему это происходит почему это произошло прошу прощения так сейчас так так литературу по сделкам репо ну смотрите я бы наверное опять же я вам отсылаю к Буренину к Буренину это у него целая серия учебной литературы очень качественная там есть среди этих изданий называется задачник по рынку ценных бумаг и по рынку производных финансовым инструментом там огромное количество этих всяких заданий ну и в самом учебнике с примерами конкретными на по инструментам разобраны решения очень очень полезно затем по репо еще есть можете на самом деле посмотреть на сайте может быть там он висит на сайте национальной финансовой национальной финансовой ассоциации НФА они делали собственно когда рынок репо у нас начал развиваться с участием активным участием НФА они издали НФА на самом деле проект реализовывался НФА совместно с ИКМой International Capital Market Association вот они выпустили такой толстый ну фактически учебник да по репо который я предполагаю должен висеть на их сайте затем на сайте Московской биржи посмотрите там есть тоже учебные материалы посвященные и в том числе репо на самом деле репо это огромный рынок и в наших и не только и у нас и за рубежом поскольку он не на слуху мы все другими вещами занимаемся обычно но знакомство с этим рынком глубокое на самом деле очень полезно для тех кто собирается работать там либо в финансовых институтах либо подразделениях финансовых компаний производственных потому что компаний производственные тоже активно пользуются рынком репо Московской биржи это в общем весьма такой важный важный сегмент в полуфинале задачи по облигациям и деривативам нет вы знаете здесь никто не сказать не может что что будет скорее всего я так предполагаю может быть и то и другое деривативы это точно просто какие деривативы разные разные формы но деривативы скорее всего попадутся видите вот по репо я думаю думаю больше склоняюсь к тому что такого больше варианта кейса не будет а вот по там фьючерсам опционам то очень даже может быть так про битаск там видите там битаск у нас в условиях в том варианте который мы рассматривали там специально для облегчения ситуации расчетов не проводилась разница между битом аск это слишком усложняет расчеты обидаск это обычная обычная биржевой сакан если брать по акциям цена на покупку цена на продажу лучшее на покупку лучшее на продажу то есть если вы хотите купить то вы соответственно ориентируетесь на лучшую на продажу ну и наоборот если вы хотите продать то соответственно тот кто готов купить по наиболее низкой цене так вот видите тут Дарья нам пишет что будет еще инструкция с описанием механизма проведения полуфинала насколько я знаю это все же онлайн и короче времени тоже вы знаете сколько дается на это все указано конкретно два с половиной часа кажется ну еще раз повторяю в данном случае то что вы участвуете это уже само по себе очень очень здорово такая шутка есть по-моему олимпийский принцип главное не победа главное участие так ну собственно наверное на этом на этом мы закончим да наверное заканчиваем Дарья мы заканчиваем спасибо 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 до свидания желаю вам успехов спасибо